АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока мы все поднимаемся на сцену, я тоже рад вас приветствовать в этом уютном замечательном зале «Октября», короче, и спасибо, что вы в этот по-чудесному лень и июльский вечер решили прийти в этот зал, а не отдыхать где-нибудь на природе. Вы герои, спасибо большое, но это все вам зачтется, это правда. В стране все больше и больше появляется замечательных фильмов, но фильм, который вы увидите сегодня, это редкий жанр на нашем экране. А еще реже бывает так, что этот фильм изначально и придумал, и поддержал губернатор Хабаровского края Детерев Владимир Михайлович. Я понимаю, что все вы уже в предвкушении замечательного фильма, поэтому я предлагаю Владимир Михайловичу дать несколько слов в этот микрофон, потом еще несколько слов скажет режиссер, генеральный продюсер, актер, и все по порядку минут по пять, и потом мы начнем кино. Пожалуйста, Михаил Владимирович, в микрофон. Я хочу в первую очередь поблагодарить команду, которая собралась для того, чтобы сделать очень интересное кино, можно сказать, создать новый жанр, истерный. Все привыкли мы к вестернам, теперь мы снимаем истерный, истерный про Россию, про Дальний Восток. Я хочу вас всех пригласить в Хабаровский край, потому что это одна из целей была создание этой картины, пробудить интерес к Дальнему Востоку, к Хабаровскому краю, главное золото которого, это, конечно, люди, которые у нас живут, развивают регион, является опорной частью нашей державы Дальнего Востока. Удачи и большой зрительской любви! Ура! Ну а мне, наоборот, волнительно, может быть, наоборот, оттянуть начало, может быть, наоборот, все рассказать, всех перечислить, понимаете? Ну, вы знаете, конечно, уже банальное общее место, что я волнуюсь, это мягко говоря. Но хочу, конечно, сказать большое спасибо нашей команде, потому что это было для нас очень интересное приключение, не только, так скажем, внешнее, но и внутреннее, потому что каждый фильм — это какое-то новое осознание чего-то, каких-то тем, до которых ты берешься, копаешься. И герои фильма, вот, которых вы только что видели, они становятся для тебя какими-то смыслами, образами, и мы очень рады, что мы смогли вместе поработать. То, что какая-то сложилась очень такая семейная атмосфера, что, конечно же, когда фильм закончился, все устали, но, с другой стороны, хотелось продолжения, хотелось еще снимать. Вот, это я намекаю, что тем более губернатор здесь, что надо продолжение делать. Потом важный момент, что тут надо сказать, что кроме формальных слов благодарности, на самом деле, как делался наш фильм, он очень делался правильно, потому что, смотрите, была некая легенда, которая, возможно, правда, действительно пропало золото. Есть такая пропажа, и она где-то там. И губернатор в том числе инициировал эту идею. Это может полизировать край, это может, как говорится, потому что все в Москве, у нас, мы в приютах, но все в Москве. Надо расширять географию нашего кино, потому что у нас есть в нашей стране практически все. Представляете, насколько у нас разнообразная природа и насколько много, может быть, разных центров, где снимается кино. Поэтому в этом мы, можно сказать, не только сделали фильм, мы еще показываем некую такую модель, как это может быть. Поэтому огромное спасибо и, так скажем, респект вот именно такому подходу, неформальному. Потому что нам дали все-таки какую-то свободу, и мы сделали фильм, как мы его себе представляем. Но первотолчком был губернатор, и прекрасная Ольга Кузьмина Погодина сделала сценарий. И вот хочу ее пригласить для буквально нескольких двух слов. Ну, дорогие друзья, все ожидают просмотра. Я надеюсь, он будет интересным. Но хочу еще презентовать книгу, которую я написала по сценарию. Там немножечко развит сюжет, и какие-то непонятные, может быть, логические связи будут понятны в книге. Она сегодня только вот вышла, я поэтому ее держу в руках только, что увидела. Вот на этой примере. Продолжение следует...